доброй ночи и друзья сегодня вторник 2 ноября 23 года вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня хотелось бы отреагировать на гневные филиппики на одной всемирно известные голливудской кинодивы она же в прошлом посол доброй воли организации объемных наций она же ныне скромная политическая активистка которая тем не менее наслаждается обществом 14 миллионов последователей в социальной сети instagram и сегодня анжелина джули опять заголовках повсюду мелькают ее портреты что немаловажно для голливудской звезды и так мировые сми подхватили ее слова с резким осуждением израильских ракетных ударов по сектору газа я зачитаю две коротких цитаты прежде чем их обсуждать потому что я бы была рада поверить в ее искренний гуманизм но по станиславскому скажу не верю не верю в то что это гуманизм с моей точки зрения ты в чистом виде голливудский пиар на крови но прежде всего я зачитаю вам эти две коротенькие цитаты и так первые кавычки открываются это преднамеренная бомбардировка попавшего в ловушку населения которому некуда бежать газа была тюрьмой под открытым небом почти два десятилетия и быстро превращается в массовое захоронение 40 процентов убитых невинные дети пишет она и отдали актриса продолжает отказываясь требуется прекращение огня в гуманитарном порядке и блокируя совет безопасности он от навязывания его а обеим сторонам мировые лидеры становятся с участниками этих преступлений а и так актрисы считают что в настоящий момент необходимо навязать обеим сторонам примирение гуманитарный коридор гуманитарную паузу и примирить насильников и жертв это интересный подход особенно меня заинтересовал ее резкое осуждение израиля современного демократического государства в то время как ранее у нее как у политической активистки не нашлось слов осуждения для хамас она ранее опубликовала также пост о том что она молится за жертв на туристического акта но она не упоминала кто его совершил она их не осуждала она просто молилась и сопереживала жертвам теракта мне что как вы видите является весьма отличные позиции от того что она выразила сейчас и именно поэтому я считаю что это не подлинный гуманизм это вообще не гуманизм потому что если бы ей были дорогие гуманистические идеалы дорогие как человеку то соответственно она бы мерила то что она видит одним мерилом а не лавировала отражая интересы оон и кутеррша с которым она по-прежнему похоже тесно сотрудничает и они пытались изобразить все так что некие террористы атаковали не упоминать их имени но теперь поскольку израиль это демократическое государство то его можно совершенно я бы сказала обоснованно поскольку свобода слова его осуждать и этот пиар на крови является совершенно стандартным находом для голливудских звезд потому что мне бы не хотелось что вы проглатывали эту и блесну блесну лжегуманизма квази доброты у меня поскольку подлинной доброты здесь и в помине нет это чистая конъюнктура то есть она отражает те взгляды которые транслирует организация с которой она работает и продолжает работать и будет продолжать работать потому что ей очень интересно сотрудничать с он и соответственно перед современными актерами актрисами голливуды остается две задачи первая задача это взлететь на олимп и стать звездой и 2 не менее сложная задача это удержать этот звездный статус почему это так почему деятельность голливудских звезд а сегодня в корне отличается от того что было в золотой век голливуда потому что актер и актрисы находятся в совершенно ином инфополе у нас очень агрессивная инфосреда в которой колоссальные объемы информации обрушиваются на людей ежесекундно и поэтому у нас короткая память это отличительная черта нашей эпохи не удерживаем или пытаемся не удерживать информацию в голове и актер голливуда сталкиваются с этой проблемой им надо постоянно о себе напоминать чтобы мы о них не забыли конечно есть и другой аспект это то что в наши дни фабрика грез производит колоссальное количество фильмов и актерам и актрисам очень просто не заблудиться в этой толпе в этой толпе голливудских звезд которые действительно достаточно многочисленного раньше их не был в таких количествах по крайней мере во времена берлин монро и следует понимать что в отсутствие творческих успехов они применяют различные методики для того чтобы привлекать к себе внимание аудитории первое конечно это сделать из личной жизни комедию дель карта это то что делала эта актриса на протяжении многих лет публика следила за ее разводом за перипетиями с ее гендерной дочерью которая вроде так и не стала гендером и также есть и вторая возможность это политический активизм потому что благодаря активизму нескольким фразам или появлению в нужном месте можно получить как вы видите как и сейчас эту это освещение мировыми сми поэтому голливудские актеры и актрисы стараются использовать и то и другое это и личная жизнь и политический активизм для того чтобы поддерживать этот статус звезды следует понимать что в современном голливуде невозможно сделать полить невозможно карьеру простите без политики потому что в настоящий момент голливуд и демократическая партия сша это полнейший симбиоз все начиналось еще во времена президента джона кеннеди когда его отец посол джозеф я стал подлинным новатором возможно эта мысль приходила голову и кому-то другому возможно это совет его приближенных но тем не менее он был первым и он был олигархом который стал использовать свои знакомства в голливуде поскольку он там владел студиями он считал что кино это искусство будущего и соответственно у него были контакты среди звезд поэтому они помогали его сыну джону в его политических кампаниях и это был грандиозный успех вы помните кадра с мерлин монро которая поздравляла президента кеннеди с днем рождения и с той поры не завязался этот трудовой трудовой договор этот обмен потому что если хотите это к брендинг то есть это совмещение брендов голливуда и демократической партии сша потому что они объединяют свои аудитории они друг друга таким образом обогащают и укрепляют это весьма и весьма интересное сотрудничество и анжелина джули является одним из таких примеров из таких примеров этого голливудского пиара который безусловно осуществляется не ею самой а ее советниками и и команды людьми которые специализируются на пиаре несомненно что ее страничку не в соцсетях ведет профессионал или даже профессионалы потому что у человека и и уровня есть целая команда которая занимается коммуникациями что не мудрено поскольку чем больше у нее имя не будут цитировать тем чем больше ее фотография будет появляться мировых сми тем выше шанса что у ее буду приглашается в различные голливудские проекты потому что она это гарантия кассы и узнать как говорят гриб узкие режиссера у меня мы здесь не делаем искусство мы делаем кассу и так это то что я хотела сказать про этот голливудский пиар на крови на конечно мне интересно ваше мнение я надеюсь на ваши отклики особенно нашей израильской аудитории потому что им сейчас приходится особенно нелегко если вам был интересен материал пожалуйста не забывайте ставить лайки и не забывайте подписываться на мой канал я благодарю отдельно всех тех кто принимает участие в дискуссии и отдельные грандиозные спасибо всем тем кто делает донаты на развитие моего канала спасибо большое за ваш дружеский жест и на связи